Добрый вечер, дорогие друзья, Рюз Бахаер, с вами я, Ирин Леонид Валентинович и Станислав Анатольевич Угдыжеков. Для нас оказалось приятной иожиданностью достаточно серьезное внимание к нашим маленьким сюжетам, посвященным истории древнего Таджикистана, вопросам становления таджикской народности. Поэтому в знак уважения к этому вашему вниманию мы еще сегодня попробуем записать небольшой ролик, посвященный как раз тому, к чему призывают некоторые комментаторы, наши подписчики. А именно, как только мы подняли вопрос этнонима древних таджиков, ну как бы проблему этнонима, тут же нам стали советовать почитать классический труд таджики, древнейшая, древняя и средневековая история, написанный Бабаджаном по-русски или Бабаджоном по-таджикски, Гафуровичем Гафуровым. Я сразу скажу, что большая часть моих знаний вообще о Таджикистане, таджикскому народе, ну так получилось, сформировалась в 1988 году, когда я действительно впервые прочел книгу Гафурова Бабаджана, уважаемого. И, собственно говоря, вот наши ролики, посвященные Таджикистану, с моей стороны, как раз таки и опирались на вот этот классический труд. Значит, сегодня мы с вами проведем небольшой такой обзор вот этой работы, которая выпущена была в двух книгах в 1982 году, потом переиздана в 1989. Собственно, вот эти издания есть. И, ну, надеемся, что вот эти какие-то короткие рекомендации будут полезны как тем, кто хочет узнать чуть больше о, значит, древней и новейшей истории народов Востока, так, собственно, и о культуре таджикского народа. Ну, Станислав Анатольевич, может быть, несколько слов об авторе все-таки скажем? Ну, автор, он занимался журналистикой, он получил такое традиционное образование еще, в частности, у самого Садригина Айни, он учился письмо, занимался журналистикой, такой советской, пролетарской. Изначально, по-моему, педагогическое образование у него было? По-моему, что-то вроде красных журналистов, такое, больше публицистическое, и даже он в свое время редактировал журнал «Безбожник» Таджикистана, что-то там без худой, ну, как обычно. Ну, корневостного худой, так же, как у нас. Ну, вот он потом на партийной работе, и потом с партийной работы он перешел на научную стезю, и высшим его достижением это было, он был директором Института Востоковедения при Академии наук СССР. Ну, то есть, это он как бы в ранге уже почти члена ЦК, вот он возглавил вот этот вот Востоковедческий институт. Как о нем отзываются многие коллеги, которые там работали, это было хорошее время для института, потому что он действительно не жалел и своих сил, и своих связей. Использовал то, что вот он был вхож ко многим руководителям, в том числе партийным, мог решать проблемы, допустим, прописки московской для талантливых ученых. В частности, по поводу этой книги, там же вот Борис Литвинский, да, археолог известный, выступает. Это ответ редакторам, как и многих других произведений, выходящих в Таджикистане, вот недавно, не так давно он ушел из жизни. Ну, так вот, его проблему, допустим, решить прописки в Москве, его с женой, потому что они были евреи, вот, а это был такой период Советского Союза, такой немножко странный, когда, значит, там опять вводилось квотирование на евреев и так далее, и вот Гафуров, например, решил ее. Вот, вот то, что касается его административно-научной деятельности, по поводу двухтомника, значит, у меня, Станислав Владимирович, буквально украду еще минуту, уважаемых зрителей, просто поясню, почему в 88-м году мне стал интересен сам Бабаджан Гафуров. Просто в многочисленных журналах, тогда у нас пресса развивалась просто, я бы сказал, очень масштабно, я прочел о очень интересном факте, что единственным членом Центрального комитета партии, который совершенно официально совершил хадж, был как раз Бабаджан Гафуров. Это меня сильно заинтересовало, поэтому я тогда же еще изучил страницу биографии, чуть-чуть к тому, о чем Станислав Анатольевич говорил, добавлю, ну, дат. Значит, действительно, он родился в 1908 году, север Таджикистана, Худжант, и, соответственно, значит, с 1945 по 1956 год, фактически он был, с 1946 по 1956, 10 лет, он был первым лицом руководства Таджикистана, он возглавлял, значит, секретариат коммунистической партии, и с 1956 года возглавляет, ну, действительно, вот этот один из, пожалуй, ключевых институтов, институт выстоковедения, вплоть до собственного ухода из жизни в 1977 году. А вот этот сам по себе акт Хаджа, вот это важное, как бы, событие для него, состоялся в 1974 году. Это вот просто беспрецедентно было, это удивительно было. Ну, я считаю, ему это надо было нужно, он все-таки несколько лет редактировал журнал «Безбожник Таджикистана». Ну, время было такое, что... С этой точки зрения ему, и как бы, как исследователю было важно совершить этот... Там, по-моему, обстоятельства были чуть более печальные, он уже был неизлечимо болен и хотел... Да, и в личном плане надо как-то было уже вот эти отношения заканчивать. Лично для меня, вот, Бабаджан Гафуров показался человеком крайне интересным. Я успел почитать, кроме, собственно говоря, его корпуса, вот этого сведения, еще и научные статьи. Очень-очень легкий, хорошо понимаемый, так сказать, текст. Прекрасно. Мне, во всяком случае, он, как исследователь, показался очень-очень интересным. Ну, а теперь книги, действительно, дорогие друзья, книга у нас структурно, по-моему, подразделяется на эпоху, значит, от Палеолита. Вот сейчас у меня, видимо, первый том как раз, я еще не заглядывал. У вас первый том и до арабского завоевания. Второй том – это от арабского завоевания и до, как традиционно у нас было, до первой половины XVIII века, потому что там дальше считалось, что наступал в России период капитализма, и уже другие описания шли. Значит, у меня издание 1989 года, вы, видимо, читали издание 1972-го. А мне его подарил, кстати, народный академик Таджикистана Назаров. Он работает в городе как раз Худжат, который, по-моему, в советской области носил название Ленинабад. Ленинабад, естественно, да. Единственный город Таджикистана, где мне удалось побывать в советское время. Вот, а у нас есть общий с вами знакомый, Василий Иванович. Вот у него жена, допустим, у него порог сердца был в детстве, установлен врачами. И врачи сказали, что вам надо поменять климат. И они из Хакасии отсюда уехали в Ленинабад, Таджикистан. Родители свободно нашли работу и вырастили ребенка. Она там закончила школу и потом уже ее привезли сюда. То есть, вот это Анжела, привет, Анжела, вот это оттуда. То есть, вот хороший климат восстанавливал. Да там места благодатные очень хорошие. Связи очень хорошие. Значит, по поводу книги. Значит, она написана в такой манере марксистско-ленинского изложения. С большим археологическим материалом, особенно в первой книге можете посмотреть. Очень мне понравилось именно то, что буквально каждая позиция, не считая некоторых пассажей, которые с марксистско-ленинской теорией связаны, практически каждая позиция, каждое утверждение подтверждается источником. То есть, с точки зрения источника оснащения труда, все вообще практически безукоризненно. Ну, особенно для того времени. Да, книга отражает подходы своего времени. То есть, на каждой странице вы можете найти, что любое положение подтверждается источниками. Две-три ссылки на каждой странице, то и больше. Положение автора, значит, высокоадминистративное, позволяло ему активно применять и зарубежные источники. Вы знаете, что в советское время цитировать зарубежных авторов могли себе позволить не так много людей. И привлекать экспедиции, допустим, данные даже зарубежных археологов, что-то вообще тоже необычное. То есть, у них там, он, автор, выражает благодарность, если вы посмотрите за иллюстративные материалы французской миссии археологической в Афганистане. То есть, он их приглашал. У них были даже совместные кое-какие наработки по античной архитектуре в Северном Афганистане. Допустим, таджикские авторы тоже помогали, потому что там классические города были найдены с фонтанами и так далее. В этом смысле книга примечательная, но к нашему разговору предыдущему она имеет довольно мало отношений, потому что все-таки этнические процессы здесь описываются с точки зрения именно... Как сопутствующий материал. С точки зрения этногенеза. Да. То есть, как развивался народ. А в прошлый раз мы вообще говорили об этноуниме. То есть, если кто-то понимает, есть вот этнический процесс развития народа, а есть этническое название. Название имени. То есть, это, в общем-то, сугубо языковая проблема. Откуда что возникает и так далее. Тем более, я там хочу доложить. Значит, я посмотрел, задал двум авторам вопрос. А что конкретно? Комментариев там недовольные были. Чем вы недовольны? Мне сказали. Так, а вот вы сказали то-то. Я говорю, ну, вы внимательно послушайте. Посмотрите вот не этот фрагмент, а вот чуть шире. На две секунды раньше, допустим. Ну, что называется. Автор пересматривает. Да, всё понял, спасибо. То есть, у нас есть статистика, товарищи, которая показывает, что вы не смотрите весь ролик, а вы смотрите какие-то там несколько секунд, потом идёте и комментируете. А некоторые вообще не смотрят и комментируют. Но я так тоже умею критиковать. Я так тоже умею критиковать. Поэтому наш ролик имеет отношение к древнему этнониму. А к истории Таджикистана мы ещё не переходили, но вы нас вынудили, товарищи. Я вот что-то решил анонсировать большую тему. Давайте рассмотрим историю завоевания монголами в Средней Азии. То, что называется Центральной Азией. Хорезм на пути монголов что-нибудь в этом роде? Да, Хорезм и не был на пути монголов. Монголы взяли огромную империю за кампанию за два года. Даже на Руси. Вот а то часто говорят, ох, налетели на Русь и всех там покоцали. На Руси в условиях деревянных городов малонаселённого населения, малонаселённых регионов, точнее, там три года монголы возились. Так что же такое произошло с государством Хорезм-Шахов, что оно рухнуло под ударами внешней угрозы всего за два года? К слову, они жили недружно, они ругались между собой. Тюркоязычные с персоязычными. Власть не чувствовала бедных. Знатные не чувствовали незнатных. И когда пришла угроза с Востока, то ветер перемен безжалостной рукой сдул весь нанесённый мусор. Цитируйте уважаемого Бабаджана. Вот я хочу говорить так же красиво, как наш уважаемый Бабаджан Гафуров, который, кстати, написал соответствующий раздел. Читайте Бабаджана Гафурова в третьем томе и почитайте, что он пишет во втором томе, в соответствующем разделе, где он пишет о монгольском завоевании. Мы хотим коснуться вот этого. Там будет много крови, страданий. То есть это, уважаемые подписчики, поясню, это анонс, видимо, наши следующие. Это будет, наверное, не один выпуск. Мы будем постепенно разбирать. Почему? Потому что, действительно, как можно было небольшому воинственному народу из Центральной Азии сокрушить замечательный мусульманский сутанат, более того, падишахат. Это же был падишах, какой-то харизм. Давайте вот это рассмотрим. Таджики и монголы. Угроза с востока. Собственно, с нашей стороны, точнее, со стороны Станислава Анатольевича, прозвучало предложение. Ваша реакция, в том числе и в комментариях, будет для нас важна, для самоопределения. Ну, а возвращаясь к трудам Гафурова, я замечу, что эти труды возникли сам по себе в две книги. По сути, двухтомник, так сказать. Таджики, древнейшая, древняя средневековая история, возникли не на пустом месте. Первое свое научное исследование опубликовал Бобаджан Гафуров еще в начале 50-х годов XX века. То есть, потребовалось почти 20 лет кропотливой работы, чтобы вышел в конечном итоге, ну, с моей точки зрения, один из наиболее удачных таких вариантов полного изложения истории таджикского народа, истории развития его государственности. Это, конечно же, дорогого стоит, потому что именно вот этот труд можно смело использовать в качестве опоры для формирования, ну, скажем так, точнее, даже не для формирования, а для стимулирования процесса консолидации вообще народа как такового. То есть, в этом смысле, конечно же, сама личность Бобаджана Гафурова для Таджикистана является, с моей точки зрения, одной из ключевых. Он очень корректно, да, действительно. Действительно, раз создается новая социалистическая нация, он очень корректно обобщает те этнические процессы, которые шли с глубины веков. Он показывает, что вот в этом многообразии, в этой сложности, это и есть богатство и сила. Ну, не секрет, в Таджикистане же есть и даже автономные области, что подчёркивает сложный этнический состав. И вот еще, что ему удаётся, и очень мягко не полемизировать, а взаимодействовать с историей Узбеков и СССР. Но я постоянно цитирую. Тут даже есть отдельный раздел, посвящённый Таджикистану. Да, это очень интересно. Потому что он не только глубоко разбирается в этнических процессах Таджикистана, но и в, естественно, связанных этнических вопросах Узбекистана, соответственно. Отразить это всё в какой-то передаче одной невозможно. А мы понаблюдали в прошлой передаче приключения этнонима Таджик. И причём мы говорили в основном о его древнем периоде, то есть периода арабского завоевания. Поэтому прошу внимательно и этот ролик посмотреть, и предыдущий пересмотреть, если вы что-то не поняли. Ну, а в заключение отмечу ещё два момента, которые мне очень понравились в процессе знакомства с трудами Бабаджона Гафорова. Во-первых, действительно у него совершенно с моей точки зрения правильный подход по отношению к наследию историческому. Он говорит, что всё, что было создано предками тех народов, которые сейчас являются нашими соседями, и нами – это наше общее достояние. Это прекрасно. И одновременно в некоторых, так сказать, изданиях звучит мысль, что таджикский народ несёт персональную ответственность за то богатое культурное следие, которое находится на территории Таджикистана. То есть это молодец. В этом смысле да. И действительно, смотрите, Таджикистан уже довольно долго существует независимо. Но мы знаем, что там и прекрасно сохраняются памятники и тюркского времени, памятники тюркских народов, памятники буддизма, это замечательные лежащие Будды, это и так далее. Сравните это с тем варварством, которое произошло и в Сирии, в действиях егиловцев, и в своё время в Афганистане, когда талибы взорвали это всё. Отмечу, что запрещённую Россию организацию. Афганистан не запрещённая, да? Нет, нет, я про ЕГИЛ. А ЕГИЛ запрещённая. Но это в СМИ, да. И вот смотрите, товарищи, что ничего подобного в Таджикистане не было благодаря усилиям его интеллигенции, его образованному народу, и благодаря усилиям Гафурова. Второй момент, который тоже является такой, с моей точки зрения, элементом научного стиля, что ли. Бауджан Гафуров, при том, что он очень широко, так сказать, описывает исторические процессы, он всегда вставляет туда элементы местных знаний. Вот я помню, что когда он говорил об истоках этногенеза таджикского народа, указывая на то, что, скорее всего, это имеет отношение к эпохе бронзы, он указал на тот факт, что в такой-то местности, называется эта местность, до сих пор небо называют дед, то есть отец, а землю нян, то есть мать. И указывают на то, что это вообще характерное соотношение для не просто иранского культурного сообщества, или еще какого-то, а для именно индоиранского, то есть эпоха бронзы. Молодец. Вот в этом смысле, конечно, великолепный исследователь, который прекрасно знает и местный материал, и способен к широким историческим обобщениям. Мы как раз и призываем, что направьте ваш потенциал в то, что вы умеете лучше всего. Я считаю, это сбор кровеческого материала. Нам наши корреспонденты постоянно пишут, что как у них в деревне называют, как это. Используйте, фиксируйте. Если это вы запишите в своем маленьком блоге, на Майл.ру, в Одноклассниках, это же навсегда останется в интернете, и вы станете сам тоже потом источником сбора данных. Собирайте данные о своей старине, о своей родине. Будьте как Боба Джунгафур. В общем, дорогие друзья, несмотря на то, что книга была издана почти 50 лет назад, она не утратила своей научной ценности и сохранила свежесть именно с точки зрения, так сказать, подачи материалов. Мы со Станиславом Анатольевичем, уважаемым подписчикам, ее крайне рекомендуем как один из актуальных источников знаний о глубокой, древней, богатой истории таджикского народа. Хайр, дорогие друзья, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok